Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна Но и замечательный и поучительный пример для всех, кто мечтает и думает о подражении шведскому пути Вообще-то в быту сложилось представление о Швеции, как о стране, где жареные голуби падают в рот Где, правда, высокие налоги, но зато всеобщее благосостояние и каждый богат по-своему Это, конечно, все чушь собачья Это все основывается только на политической мифологии, которая не понимает смысла Смысла происходящих в Швеции процессов Во-первых, это нужно понимать как процесс Мы еще, как говорится, не вечер, и мы посмотрим, чем этот процесс закончится Во-вторых, у процесса любого есть свои условия, свои обстоятельства, которые и объясняют временное состояние этого процесса Так вот, конечно, все знают, что в Швеции высокие налоги Они очень высокие, это 43% на доходы без дальнейших отчислений Многие, может быть, понаслышке знают или даже читали Навеллу писательницы Астрид Линдгрен Это автор Пипи «Длинный чулок» детской книги Но, в принципе, весьма успешная писательница и сценаристка документальных и игровых фильмов в Швеции Так вот, она написала книгу о воображаемой писательнице Естественно, она сама была прототипом этого человека Которой пришлось платить налоги в 102% от доходов Представьте себе Естественно, и сама Астрид Линдгрен И многие ей подобные, скажем, замечательный теннисист Бьерн Борг Вынуждены были покинуть свою родину И записаться на постоянное жительство в Монако Где они могли, по крайней мере, с того, что остается от дохода На это жить Эта судьба постигла и многих других замечательных шведов В принципе, мы имеем дело с весьма неопределенными техническими терминами Говорят, что в Чехии демократический социализм Что такое демократический социализм? Да и вообще, что такое социализм? Это весьма неопределенное, неточное понятие С которыми может каждый обращаться по-своему Ну, скажем, ваш земляк, замечательный Берни Сандерс Замечательный, я беру, конечно, в кавычки Мечтает о демократическом социализме, как в Чехии Сам себя называет демократическим социализмом Так вот, шведское благосостояние Я прошу прощения за оговорки Шведское благосостояние Было достигнуто благодаря стечению Весьма неповторимых обстоятельств Речь идет прежде всего о национальных качествах шведов Мы видим, что эти качества распространяются и на соседние страны На всю Скандинавию фактически Весьма подобная ситуация в Финляндии, Норвегии и даже Дании Так вот, благодаря высоким налогам и замечательной системе социального обеспечения Швеции удавалось достигнуть какое-то время в ходе 20 века Весьма интересных продвижений и успехов Надо, однако же, понимать, что этот век подошел к концу И некоторые шведские достижения и особенности политической системы Стали препятствовать ее дальнейшему развитию Ну, например, всесильные профсоюзы Где невозможно было представить себе любую флексибильность при приеме на работу Или при увольнении с работы В результате в Чехии сложился строй, который многие называют социалистическим олигархатом Швеция выделила несколько сфер, областей Или даже, я бы сказал проще, семейств Очень богатых, предприимчивых и успешных людей Которым она предоставляет все благоприятствующие обстоятельства, моменты и условия Это крупнейшие олигархические семьи Которые можно, в общем-то, перечислить по пальцам Все знают производителя пишущих машинок Ericsson Все знают автомобильные заводы Volvo и Saab Все знают Ikem Магазины дешевой составной составляющейся мебели Между прочим, кстати, хозяин и вообще семья, которая владеет системой Ikem Вынуждена была тоже покинуть Швецию в результате Но ведь 20-й век закончился Приходят новые времена И оказалось, что к концу 20-го века Швеция сильно отстала в тех сферах, которые требуют именно этой мобильности Флексибельности Где нужно быстрое перетекание рабочей силы Быстрый наем на работу и увольнение с нее И в этом смысле вдруг казалось, что да Volvo, Saab, это все ведь автомобильные заводы, возникшие в начале 20-го века Они быстро стали в качественном смысле изнашиваться Не случайно и Volvo, и Saab чуть ли не исчезли вообще С мирового рынка автомобилей в последнее время Швеция отстала или отстает все еще В технологических областях, в сфере IT, информационных технологий, в стартапах и так далее И вдруг к этому еще добавилось еще одно, я бы сказал, бедствие Это массовая эмиграция Или эмиграция, если хотите, но в Швеции Воспринимая это с точки зрения Швеции Назову это эмиграцией в Швецию Так вот, Швеция приняла непомерно много иностранцев В основном из государств Северной Африки Типа Сирии, Ливии и других развалившихся или несостоявшихся государств И вдруг казалось, что на первый план выходит совсем другое качество Если раньше она добивалась замечательных успехов за счет Веберовской трудовой этики, ведь страна-то лютеранская Скромности, которая свойственна всем скандинавам И свойственна, кстати, вообще протестантской религии За счет морали, за счет всех других типичных для Швеции свойств То сейчас оказалось, что совсем другой вектор, я бы сказал Нарушает вот эту замечательную шведскую гармонию И сказывается весьма неблагоприятно на ситуации в Швеции Надо сказать, что сейчас в Швеции несколько партий Чередующихся у власти после 40 лет правления социал-демократов Сейчас они время от времени, раз в 10 лет, чередуются С партиями правого центра или с так называемой либеральной коалиционной партией Смешное слово, коалиционная партия, которая заранее себя прокламирует Как партию, идущую в любую коалицию Сейчас появилась на горизонте весьма сильная Она, кстати, идет ноздря в ноздрю с этой самой либеральной коалиционной партии Это партия шведских демократов Она по привычкам Европы современной Названа партией экстремистской, чуть ли не неонацистской Это лучший способ, как какую-то партию не допустить в правящую коалицию Хотя подавляющее большинство членов вышли не из нацистов шведских Весьма мифологических Швеция была нейтральна во Вторую мировую А вышла именно из этой либеральной партии Но недовольна положением дел в ней Появилась и партия еще правее, чем шведские демократы Короче, эта ситуация меняется на глазах Но что самое главное И почему я считаю, что шведский пример исключительно поучителен для всех Да потому что в американских университетах, как и в европейских Своим студентам профессора пытаются доказать Что будущее общества и будущее культур Культур, которые, кстати говоря, важнее, чем демократические принципы Культуры народов Так вот, что будущее это В разнообразии То, что называется diversity По-английски вы понимаете это слово Прекрасно И что если впустить в свою культуру самые разные принципы из других культур Положить их рядом и как-то их совместить То мы получим нечто максимально высокое Это чудовищная ложь Ни одна культура высокая в прошлом так не делалась и не получалась Она получалась путем углубления своих же культурных принципов, основ, своих же учений и так далее То есть китайская культура достигла своих вершин Не потому что они впустили в нее африканскую, латиноамериканскую или североамериканскую культуру А потому что они внутри своих параметров культурных, их принципов культурных Шли вглубь все больше и больше Идя вглубь и развивая собственные основы Они поднимались ввысь Они создали высокую китайскую культуру То же самое происходило в Европе То же самое везде в мире Латиноамериканская культура замечательна Именно потому что она базируется на своих основах Но сейчас, сейчас я возвращаюсь по гипер, по параболе, возвращаюсь к Швеции Получилось, что основа шведского процветания заключалась в гомогенности общества Не этнической гомогенности, в чем меня могли бы обвинить Разумеется, нет Швеция проникала этнически во все соседние страны Она была патроном Финляндии Ее составной частью была Финляндия Она была в Норвегии, частью в Дании И так далее Не этническая гомогенность Не этническая однородность А культурная гомогенность Вот что оказалось основой шведского процветания Именно это И когда гомогенность стала исчезать А однородность превращаться в какой-то баснословный веер Самых разных прихожих, я бы сказал По наехавших культур, в кавычках разумеется То оказалось, что и шведское процветание было поставлено сильно под сомнение И сейчас Швеция и страна, и социальных конфликтов Несмотря на оставшиеся или остающиеся системы социального обеспечения И других, и трудовых конфликтах И каждый день вы можете слышать о возникновении No-go zones То есть геттоизации шведского общества То есть мы еще не знаем, каким будет непосредственное будущее Ясно только, что таким благостным Таким букалическим Оно уже никогда не будет Для этого исчезли основные предпосылки Главное из которых некая культурная, ментальная однородность населения Вот это исчезло Замечательно, вы абсолютно правы Страна может достичь колоссальных успехов Будучи многоэтнической Многорасовой Но исключительно монокультурной Америка почему достигла таких успехов Несмотря на, так сказать, иммигрантов с разных уголков земли В свое время все иммигранты стремились стать американцами И принять американскую культуру То, что называлось плавильным котлом Потом Тех, кого мы сейчас называем либералами Придумали вот этот мультикультурализм То есть, по сути дела, развалить культуру Государство не может существовать, если в нем присутствует много-много разных культур Потому что культура государства – это одно из основ И в этом случае государство обречено Если культура государства уничтожается и насаждается мальчик культурализм Вы абсолютно правы Знаете, Сергей, сравнительно недавно, еще в начале тысячелетия В 2003-2004 году Это казалось самоочевидным Я помню статью, подписанную тремя политическими деятелями тогдашней Европы С немецкой стороны это уже была Меркель Но с французской это было еще Саркози, если не ошибаюсь И чуть ли не Тони Блер с британской И вот они выступили против мультикультурализма В том понимании, которое вы даете Мультикультурализм – это разные культуры И разные правовые системы Между прочим, как бы лежащие друг рядом с другом Это, чтобы перевести это в понятную ситуацию Это когда, с одной стороны, в площади живут люди, которые подчиняются и культурным, и правовым законам, существующим в этом государстве А с другой стороны, живут люди, которые подчиняются закону Шария И у них может быть допущено многоженство и все остальное Так вот, тогда это казалось самоочевидным Но прошло пару лет И под сильным нажимом политических, я бы сказал, смещений смыслов И в частности, после того, как Меркель взяла политику открытых дверей Как это тогда называлось? Это называлось тогда культура приветствования Велькомен политик Так вот, после этого они уже боятся и сами говорить о мультикультурализме В таких темных и отрицательных тонах Они как бы признали свое поражение И нынешняя ситуация чудовищна В Германии, например, где может в тюрьме сидеть немец за многоженство У него две жены Так рядом, не рядом, а в его бывшем доме, который между тем отдали, скажем, приехавшей семье из Сирии Может быть арабский человек с четырьмя женами Причем он имеет право привезти постепенно всех своих жен со всеми детьми Потому что иначе же получится дискриминация И судья в процессе, который проходил, не один, но прецедентный процесс в Германии Так и сказал А почему я впустил одну семью, где четверо детей И не впускаю другую, где тоже трое детей У них что, не такие же права на все эти пособия и на то, чтобы жить с отцом вместе А если третья, то почему не четвертая В результате для разных категорий населения применяются разные законные, легислативные положения Другими словами судья действует в отношении пришельцев, не руководствуясь законом А исходя из культуры пришельца и культуры, вот так сказать, его родины Это абсурд Давайте попробуем принять звонок Добрый день, пожалуйста, в эфире Здравствуйте Очень интересная тема и очень важная Вы знаете, я так понимаю, что всегда, вообще-то говоря, цель окончательная Это власти деньги, это как бы неизменно А все остальное, идеология, она как бы подстраивается под это И вот идеология этого мультикультуризма тоже подстраивается для того, чтобы В конечном счете, получается, чтобы завоевать, в общем, глобальное господство То есть была ли эта цель, на самом деле, с самого начала осознанно теми, кто с самого начала поставил вот эту вот идеологию мультикультуризма и так далее Спасибо большое Вы знаете, поскольку я являюсь принципиальным противником конспирологии Конспирологию считаю неким уступкой своей собственной недостаточности Я предпочитаю рациональное объяснение То я считаю, что мы имеем дело с процессом глубокого залегания Это очень сложный процесс, у которого не может быть одного автора Другое дело, что по мере реализации процесса у него могут появляться сторонники Или промотеры, то есть люди, которые этот процесс продвигают дальше И в частности они его продвигают в университетах Они стараются доказать своим студентам, в этом смысле их учить Что все предыдущие их представления бесконечно и безнадежно устарели Что и понятие семья, и понятие лояльности по отношению к государству просто устарели Я не могу видеть в этом одну чью-то руку Одну чью-то, один чей-то замысел, умысел Потому что конскрология это всегда костыль, который помогает человеку, заблудившемуся в трех соснах А мы все сейчас блуждаем в каком-то бесконечном темном лесу, из которого выхода не видно Так вот, чтобы как-то себе помочь, потому что человек устроен так, чтобы считать, что мир-то как-то организован Где-то должны же быть организационные центры, иначе мы посреди хаоса, посреди джунглей, посреди непонятной совершенно среды Без реального выхода Так вот, чтобы себе помочь, он говорит себе, где-то же есть этот организационный центр Давайте напряжемся и найдем его, и тогда все будет хорошо Мы этот центр как-то сломаем, уничтожим и снова окажемся на светлой поляне, а не в чащуле Я не очень верю в такое, просто не верю Но считаю, что возникают процессы, они не всегда позитивны в любом случае Сейчас, мне уже часто приходилось говорить, и может быть в следующий раз скажу Мы находимся в ситуации, когда нет проектов будущего Нет интересных целевых идей, ради которых стоило бы вообще напрягаться Есть какая-то бесконечная каша, которая размазывается по столу И чтобы себе помочь, многие считают, что надо найти этот организационный центр Я в него не верю, я верю в силу человеческой рациональности, человеческих мозгов, конечно, еще Добрый день, пожалуйста, в эфире Здравствуйте, если разрешите, я еще хочу спросить А тогда какая же цель всего этого процесса? Потому что он явно абсурдный и явно большинству понятно, или должно было быть понятно, что он приведет к тупику Потому что то, что вы говорили, что эволюционный путь это единственный правильный путь Ну, конечно, естественно Поэтому вот мне непонятно, какая цель всего вот этого? Спасибо большое Ну, я с удовольствием с вами на эту тему поговорил Ну, во-первых, поиск цели, понимаете, сам по себе весьма сомнительный А какова цель нашей жизни, можно сказать? Разве мы понимаем, зачем мы прожили свои годы и что в результате? Что нам, как нам считать? Ну, целью является счастье или, может быть, какая-то другая, может быть, продолжение рода? В любом случае, цель мощных процессов, а это глобальный процесс Неуловима или не сразу, нелегко уловима Сама целью таких процессов является занятие свободных территорий Если они пока не кажутся свободными, значит, их придется сделать свободными То есть, я всегда говорил, что целью является превращение, скажем, Германии в Северную Сирию Это, может быть, звучит несколько радикально Но, к сожалению, такая простая бытовая организационная цель стоит где-то в мозжечке у нас в задней мысли И, тем не менее, она достаточно печальна Вот почему происходит массовое перемещение народов Никто не уходит из места, где лучше, а уходит в место, где лучше В Германии пока еще лучше Когда будет хуже, будет поздно Будет поздно часа в задней Давайте примем следующий звонок Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Можно задать вопрос? Пожалуйста В виде притчи, коротенькой притчи Вот мой сосед имеет большой дом Он его получил на средство Там замечательная дубовая натуральная мебель И вот он решил заказать себе новую мебель из Италии Она пришла, он его поставил со своей старой мебелью Понял, что мебель совсем не подходит Он взял ее и выбросил То есть это правильное действие или нет? Я думаю, что Швеция должна поступить дальше Вы запретите на этот вопрос Спасибо вам большое Знаете, во-первых, существуют процессы печальные, но необратимые Мы и вы сами сейчас, свидетели таких процессов Куда с целью их обратить, не знаю И мы, выросшие в Советском Союзе Знаем, что процесс, скажем, коммунизма Был в своем начале крайне печален для населения Но не отвратим Не было силы, способной его направить в противоположное русло То есть, разумеется, было бы замечательно Но нет осознания Вообще, все начинается с осознания Когда население понимает свой интерес Оно начинает искать лидера или партии Для выражения этого интереса Разумеется, она их рано или поздно находит И вот тогда эти люди, эти лидеры, эти партии Окончательно поняв свой интерес Могут заняться этим делом Я ведь не говорю, что любое Вхождение новых людей в старое общество Является отрицательным явлением Отнюдь нет Если это вхождение Соблюдает меру абсорбции Меру необходимую для абсорбции Культурной и всякой другой Экономической То она может только приветствоваться Америка так и складывалась Но никогда не было ситуации, когда приходили люди Именно целенаправленно стремящиеся уничтожить Эту Америку, в которую они приходили Между прочим, в природе, вы же прекрасно знаете Есть такие варианты Есть кукушки, есть пчелы агрессивные Есть прочие виды, которые направлены на уничтожение старого гнезда И создание там чего-то своего То есть вовремя, с моей точки зрения, вообще Главное это осознать Осознать свои интересы Осознать опасность, которая грозит И искать лидеров или партии Способные Способные каким-то контрдействием Обратить вспять этот процесс Даже если он уже далеко зашел Что касается, вы говорите, Швеции Ну как, их сейчас взять и выселить Совсем непросто Можно усложнить для них ситуацию приема Можно наказывать за какие-то проступки Весьма радикально вплоть до депортации Отдельных людей, приступивших закон Но ведь посмотрите на Америю Как трудно и у вас Добиться того, чтобы эти простые истины Захватили население Чтобы они стали очевидными всем Или хотя бы большинству Для начала Очень непросто Очень непросто Найдется всегда Миллион умников, которые вам скажут Но они живут первое поколение Может быть в третьем поколении Они поумнеют и Войдут в это общество А может быть не войдут А может быть вы из него уже успеете выйти То есть Всегда Нужен какой-то Сознательный рефлекс Защитный рефлекс Этого общества Если он ослаблен Долгосрочным воздействием Воспитания, образования и прочее Может случиться, что уже Пути назад нет Мы буквально через несколько минут продолжим Никуда не уходите Возвращаемся в программу Ефима Фештейна Похищение Европы Телефон в студии 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста, звоните Задавайте А пока вот о чем Насколько я знаю По Европе По большим городам Европы Прокатились Или давайте сначала Примем звонок А потом Перейдем к моему вопросу Добрый день Здравствуйте Уважаемый Ефим Скажите, пожалуйста Почему вы называете это Конспирологической теорией? Ведь мы всегда так думали Что Ульянов Ленин Задумал революцию И совершил Оказывается Вы совсем недавно узнали Что был совсем другой человек Который добился от Германии денег И субсидировал эту революцию И он это задумал И это свершилось И вот вам эта Конспирология Которая оказалась реальностью То же самое же и сейчас Вы, конечно, Сороса не принимаете всерьез Но я думаю, что это ошибка Это ужасный страшный человек Который решил завладеть всем миром И устроить социализм во всем мире Не только в Советском Союзе Или только в Европе Поэтому я думаю, что нужно как-то Объединять усилия и бороться с такими людьми А не считать, что это несуществующая реальность Спасибо Знаете, я никогда не говорил, что это несуществующая реальность Я говорил только то, что я не верю в то, что может существовать некий организационный центр Который Свою волю навяжет Всему человечеству и хотя бы значительной части Я не верю в то, что если бы народ России Тогдашний Не находился в такой большой напряженке По результатам Первой мировой войны Не испытывал таких социальных Неурядиц в своей собственной стране Не испытывал такую ненависть к своим же тогдашним господам Я не верю, что не будь этих обстоятельств Мог кто-то прийти, сказать ему Я знаю, куда идти, я вас поведу И он бы как стадо баранов развернулся и пошел туда Я в это не верю Не вините меня в этом Не вините меня в том, что я не верю Я не могу признать вашу правоту Поэтому я говорю открыто, что я в это не верю Я верю, что возглавить массы Можно только тогда, когда они созрели Для каких-то перемен, для каких-то событий Когда у них есть внутренняя тяга Внутренний вектор Направляющий их к этим переменам Им разумеется, где-то что-то можно подсунуть Но думать, что в каком-то центре Можно организовать весь мир по-своему Я в это не верю Ну простите меня, не верю Понимаете? Я уже в прошлый или позапрошлый раз говорил Разумеется, это достаточно отвратительный типаж Но это не значит, что он повернет мир в другую сторону Не значит Ему 90 лет, кстати Я думаю, что Господь все-таки наложит свою справедливость И на этот вариант Что тогда? Будем искать другого богатого Который тоже окажется вот таким врагом человечества Номер один Нет, не надо Лучше полагайтесь на свои силы Организуйтесь сами Не думая о том, что вы противостоите какой-то организованной силе Нет давно никаких жидомасонских организаций Которые бы этому миру свои навязывали свои идеи Нету их просто А есть весьма аморфный Весьма беспомощный мир Который как раз не имеет Это то, о чем мы говорили только что У него нет ни проектов будущего Ни каких-то наработок для этого У него есть технические достижения замечательные Но нет политических и социальных ориентиров Куда идти и для чего идти Как раз цель, о которой мы говорили Где она поставлена Чего добиваются Ну хорошо, у вас сейчас ситуация, когда можно добиваться просто Сохранение реальности А в Европе и этого сейчас добиваться непросто Потому что целей нет Ни за что идти и бороться Не за что убивать и умирать Ну просто не за что Нет таких целей А вы говорите Сорож знает он нам всем Какую цель он поставил сейчас Социализм Мы же никто не знаем, что это такое Никто не знаем Ни в одной стране мира Сейчас всерьез никто не говорит о социализме Кроме Америки, которая еще этого урока не проходила И поэтому она может всерьез думать Что у нее получится то, что не получилось ни у кого Кстати говоря, недавний опрос общественного мнения Среди студентов высших учебных заведений Америки Показали, что 62% студентов предпочитают социализм Хотя они не понимают, что это такое Но тем не менее Выходят на улицы, принимают участие Они не понимают, что это такое Что касается Сороса Вы знаете, с одной стороны Да, один человек не может Но есть сотни организаций Которые он финансирует И за свою деятельность Благотворительную, так называемую Он потратил по подсчетам Некоторых специалистов 32 триллиона долларов Это такая сумма денег Которая у меня в голове не укладывается Нет суммы денег Которая могла бы Повести этот мир Ну, простите, 32 миллиарда 32 миллиарда 32 миллиарда, простите, я оговорился 32 миллиарда долларов Миллиарда Ну, вот вам пример Сорос Black Lives Matter Движению Выделил 100 миллионов долларов По-моему, 212 Ну, неважно, не суть в этом Как раз именно Не в этом суть Он выделил огромные деньги Которых было бы вполне достаточно На один хороший район В вашем городе Чикаре И что? Ну, вот что? Мы наблюдаем сейчас Не, ну, то, что сейчас То, что сейчас происходит То, что сейчас происходит Ифим То, что сейчас происходит Направлено на одну единственную цель Это свержение действующего президента Или не дать ему возможность Быть переизбранным А боюсь, что в этом случае Демократы сами себя переиграли Потому что И они это уже почувствовали Об этом уже говорят Даже проститутки на СНН Они высказали, что Да, похоже, что backlash Похоже, что рейтинги падают Потому что президент Трамп Предлагает закон и ордер А демократы поддерживают Те бедлам Тот бедлам, который происходит в городах И сейчас уже Байден осуждает Так сказать, насилие на улицах При этом Так же, как в свое время Барак Обама Не мог произнести слово Исламский терроризм Так же и Байден не может произнести БЛМ или Антифа У нас есть звонки Давайте дадим возможность Нашим радиослушателям Добрый день, пожалуйста, в эфире Добрый день Я извиняюсь, но Вы знаете, такое впечатление Вот вы сказали, что С одной стороны, что нужно иметь Рациональное мышление А с другой стороны У вас какой-то фатализм Получается так, что Стихийно вдруг что-то возникает Но мы даже вот рационально Посмотреть Ни одни эти бунты Не возникали стихийно Все было организовано Все было хорошо сфинансировано И так далее Поэтому это как бы Мне тоже кажется Что это не теория Конспирологическая А это, в общем-то Может быть, мы не понимаем Кто там стоит конкретно Но, в принципе, что там стоят Конкретные люди Конкретная группа людей Не один человек, конечно Не говоря уже о том Что этот 90-летний дьявол Когда он уйдет У него останутся его два сына Которые совершенно не лучше, чем он Есть люди Которым нужно владеть Всем миром И они считают Что они могут это сделать Сам Сорос говорил Что да Я бог на этой земле Практически Ну вот Вот такие вот у меня Спасибо Спасибо Давайте примем следующий звонок Не дождался Ну хорошо Я бы хотел Все-таки поговорить о том Что происходило в Европе То есть Демонстрации В больших городах Европейских Я сразу же перейду к этому Просто скажу Сергей Что вы сами Ломясь в открытую дверь Сказали за меня То, что я мог бы сказать Что никакие деньги Байдену не помогли И вся эта Black Lives Matter Сходит на нет Несмотря на колоссальное Вливание То есть Не нужно нам Придумывать себе Фантомы А достаточно жить В нашем Достаточно Неопределенном Месте В котором мы сейчас живем Вы знаете Ефим У нас масса звонков Я даже не знаю Что делать Или все-таки Звонки Они еще будут Давайте Добрый день Пожалуйста В эфире Слушаем вас Выключите ваш радиоприемник А там Там похоже С задержкой Похоже Слушают через интернет Через ютуб Поэтому там идет С задержкой Алло Говорите пожалуйста Да Здравствуйте Здравствуйте Во-первых Я хочу Поблагодарить Господина Тимстейна Что Я прочла Впервые Его статью Вот это Похищение Европы Изумительное И это конечно Прекрасно Теперь буду За ним следить И слушать его Я даже не знала Что он у вас выступает Это первое Второе Я хочу Сказать Что Мне кажется Что совершенно Блэк Вайф Мета И даже Антифа Ужасная Совершенно не исчерпали себя Например На днях Игорь Гиндлер На рикошете По Дэвидсон радио Легкомысленно Довольно заявил Что у республиканцев Кажется 400 миллионов стволов А кто знает Что именно у республиканцев Да А демократы Оружием не владеют Они его боятся Вот так он сказал А я считаю Что демократам Это и не надо У них есть Антифа И Блэк Лайф Мета Богатый Сорос Который финансирует Обама Который прекрасный Организатор В этом смысле И где-то Вот мне написали Что видели информацию Что Антифа И Блэк Лайф Мета В августе Получили большую Партию оружия Большую партию оружия Прибывшего из Китая В одном из демократических штатов Это оружие Сложили на хранение В помещении Штатной легитиматуры И не зря ходят слухи Что готовится Военный переворот В случае победы Трампа Поэтому Понимаете Понятно Что если победит Трамп Сначала будут Просто волнения Демонстрации И черт знает что Потом будет Попробован Военный переворот Дай бог Чтобы не было Попробован Ну Покушение на Трампа Поэтому Как говорится Понятно Зачем резко уменьшено Количество полицейских И так далее Это конечно Не проверенная информация Про вот эту Партию оружия Но Я думаю Что это Может быть Вы проверите Это где-нибудь Не знаю Вот все Что я хотела сказать Спасибо большое Спасибо Отвечу Постараюсь Покороче Потому что Слушателей Наверное Много Несомненно Все эти сценарии Достаточно Опасны Для жизни Американцев И достаточно Реальны Здесь надо понять Что 3 ноября Не закончится Вся эта буча Однозначной победой Которую бы признали Пораженная Кто бы это ни был Я считаю Что И Трамп Не признал Потому что Слишком много Фальсификаций По пути Могло возникнуть Для того Чтобы просто Так сходу Признавать Что в результате Произойдет Произойдет То что Начнется Пересчет Или пересчет Теймни Прикуется Говорить В множественном Числе Когда-то В 2000 году Когда Алгор Проиграл Бушу Флориду Там пересчет Продолжался Полтора месяца Пока Верховный суд Не поставил Точку В этом деле Здесь же Будут Подвергнуты Сомнению Все Штаты Результаты Во всех Штатах В том числе И на губернаторском Уровне Может быть Даже на уровне Мэров То есть Это будет Невероятное Затянувшееся Действо И будет Затянуто Только для того Чтобы Коллегия Выборщиков Не могла В нормальные Сроки Встретиться И объявить Победителя А следовательно Там есть Вариант Что Если до 20 Января Не будет Скажем Трамп Снова Приведен К присяге То Переходит Власть К Нэнси Пелоси Скажем Так Она становится Главнокомандующим Верховным Она будет Определять Все Вы можете Представить Себе Что это Начнет За ужас А то Что Я верю В то Что Американцы Нормальные Не позволят Отнять у себя Свой образ жизни Своё Демократическое Правление Просто так Я надеюсь Что они будут Сопротивляться И тогда Разумеется Как Писал Маяковский Ваше слово Товарищ Маузер Тогда Разумеется То оружие Которое Раскуплено Заговорить Вообще Ситуация На мой взгляд Тупиковая Потому что С одной стороны Ведь Не посчитаны Будут бюллетени И не будут Подписаны Протоколы Избирательных Компаний К моменту Так сказать Инаугурации Но ведь В этом случае И Конгресс Который Сложит Свои полномочия 3 января С себя То есть У нас И Конгресса Не будет По сути дела Потому что В Конгресс Ведь тоже Там Сейчас Выборы Должны Происходить Ну какая Все Ну нижняя палата Полностью Переизбирается И треть Верхней палаты Переизбирается И если не будет Результатов Выборов Это не будет Результатов Не только По президенту Это же не будет Результатов И наверное По Конгрессу Или я заблуждаюсь Да Я думаю Я думаю Что именно Так И В общем Нэнси Перлосси Уже В свое Время Сказала Что если Попытается Кто-то Фальсифицировать Или не признать Результаты выборов То армия Вынесет Трампа На руках Как она сказала Из белого дома Это Линии Ясный намек На то что Может И Военная сила Организованная Вступить в игру Но я думаю Честно говоря Что команда Трампа Не так Глупа И все эти Варианты Просчитывают Несомненно При этом Стоит Отметить Что Бывший Кандидат В президенты Которые Ходят Под следствием Я имею ввиду Госпожу Клинтон Которая Давая Интервью По телевидению Заявила о том Что Байден Не должен Ни при каких Обстоятельствах Признавать Своё поражение Что значит Ни при каких Обстоятельствах Это значит Что Даже если Трамп Выиграет С отрывом Байден Не должен Признавать Своё поражение То есть Это такой Призыв К тем Кто ненавидит Трампа Призыв К этим Бандам Которые Орудуют Сегодня на улице К сопротивлению Это призыв Это призыв К гражданской войне По сути дела Несомненно Это призыв К гражданской войне Это призыв К Расформированию Американского Государства Если понадобится Вооруженная сила Это называется Везде в мире Революция Именно на это Рассчитывают А не на выборы Выборы С точки зрения Нынешней Демократической Партии Это вообще Буржуазный Пережиток Возможно Если бы Им удалось Прийти к власти Выборы В последний раз Будут проведены В Америке Давайте попробуем Давайте попробуем Еще принять Звонок Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вот вы говорите Идеология 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 Раньше была Разделяй Властвуй А потом Эти мрази Поняли Что она Не проходит И они продумывают Систему Мультикультурализма Наоборот Соединяй Властвуй И они набирают Иммигрантов Разваливают Каждой стране Поезжают Берут Черных Африку И так далее Это мусульман Вот и есть Политика Мультикультурализма Что интернационализм Мультикультурализм Это одно и то же Окей Спасибо большое За ваш звонок Добрый день Не дождались У нас остается 847-400-5200 Телефон нашей студии Если у вас Еще есть вопросы Или замечания Пожалуйста Звоните Задавайте Примем Ваши звонки В общем Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день А скажите мне Пожалуйста А с кем Вообще Армия Что может Вообще В этом случае Ожидать От армии Спасибо Я не знаю Если вы сможете Ответить на этот вопрос Я смогу Дело в том Что данным Которые Можно прочитать В американской Печати Или в исследовательских Институтах Я просто не верю Не верю В полном объеме Буквально сегодня Я прочитал В каком-то военном Даже Издании Что Армия Симпатизирует Байдену Что у него Есть перевес Согласно Какому-то опросу Общественного мнения Среди армейцев Я не очень В это верю Я не верю Это просто потому Что армия Никогда Не была На стороне Вот этих сил Разрушения Она просто по своему По своей конструкции Потому как она создается Как она проходит От низших чинов К высшим Она должна была быть Склонна К сохранению Сложившейся Иерархии Сложившегося строя Тем более Учитывая Что Трамп В последнее время Много инвестировал В состояние Американской армии Где бы взяться Там людям Которые хотят Это же разрушить То есть Я в любом случае Последним замечанием Скажу Что мне нравится Эмоциональный накал Ваших слушателей Потому что Без Эмоционального Накала Дело не может быть Выиграно Когда придут Разрушители К власти Поэтому вам нужно Вам нужно В себе Пестовать Я бы даже сказал Вот эту энергию Сопротивления Ефим Вы знаете что Что касается армии Я думаю Что средние чины Там и военные Которые солдаты А я не думаю Что они разделяют Вот эту идеологию Левой партии Но что касается Генералов Я вовсе не уверен Что они поддерживают Республиканскую партию Ну как-то так сложилось Что дослужившиеся До генерала Как правило Становятся почему-то Отъявленным либералом Ну в большинстве случаев Это и у нас происходит И в Израиле Если вы посмотрите На генералов Которые пошли в политику Так что К Трампу отношение Может быть И у них двоякое С одной стороны Он действительно Восстановил армию Там поднял зарплату Выделил деньги Для того чтобы перевооружить армию С другой стороны Возможно усилил контроль За тем Как расходуются средства В армии Тоже бардак И деньги Разлетались Под видом Там строительства Афганистана Скажем там Колоссальные деньги Просто улетали Неизвестно куда Там С миллиардами Терялись эти деньги Возможно ситуация Поменялась И возможно кому-то Из генералов Это не очень нравится Так что Может быть опрос Проводился как раз Среди чиновников Пентагона Ну а чиновники Они везде Чиновники В каком бы ведомстве Они не работали К сожалению Сергей Я просто опросом Не верю Мы живем Как говорится Постфактическом Мире К сожалению Просто нельзя Люди 72 процента Американцам Отвечают Что они Не отвечают На поставленные вопросы Откровенно Это да Можно ожидать Результаты Ефим Огромное спасибо И до встречи В следующий раз Всем вам спасибо И слушателям Большое спасибо До встречи Продолжение следует...